Всем привет! С вами Puzzle English, я Оля. Любите смотреть кино и сериалы? Совмещайте приятное с полезным. Смотрите фильмы на английском языке. Это отличный способ прокачать разговорную лексику. Сегодня мы с вами как раз этим и займемся. Разберем 10 выражений, которые часто встречаются в фильмах и сериалах. И в повседневной жизни используют сами носители. Перед тем, как начнем, не забудьте поставить лайки и подписаться на наш канал. Для нас это очень важно. Готовы? Поехали! Первое выражение Как ни странно, редко ставится в начале предложения и переводится как изначально или вообще. Его часто можно увидеть, когда персонаж сериала чем-то возмущен и спрашивает, зачем вообще что-то было делать. Пример из отчаянных домохозяек. Ну зачем ты вообще с ней встречался? Рыженькая, рыженькая. Она такая готовит все, у нее по полочкам разложено. Правда, она, по-моему, бывший алкоголик. Но это уже... Она ведьмовато. У нее был секретный рецепт пирога какого-то, потом, когда выкрали. О, вот это супер кусок. Еще пример из «Лучше звонить Солу». Дословно эта фраза означает пройти дополнительную милю. И в целом примерно так и переводится. Сделать дополнительные усилия, постараться, сделать что-то лучше обычного или работая дольше привычного. Посмотрим пример из сериала «Люцифер». Если ты чего-то хочешь, ты должен быть готов сделать все возможное. И еще один пример из сериала «Клиника». Тебе не нужно так стараться, это то, что я пытаюсь тебе сказать. Хотите узнать свой уровень английского и какая extra mile вам понадобится, чтобы достичь желаемого уровня? Тогда скорее записывайтесь на бесплатный вводный урок. Методист Puzzle English проведет диагностику вашего уровня, составит план обучения и расскажет подробно про нашу методику. Заговорите на английском вместе с Puzzle English. Третье выражение – «Throw someone under the bus». Никого под автобус кидать мы не будем. Выражение «Throw someone under the bus» – это идиома. Буквальный перевод не сработает. Фраза означает «подставить кого-то» или «переложить на кого-то вину» или «ответственность». Давайте посмотрим примеры. Сначала я собирался просто забрать все деньги и подставить вас. «Ты обвинил меня на глазах всей своей семьи». Четвертое выражение – «Тот, кто в предыдущем выражении провинился, может искупить свою вину». Именно так переводится выражение «Компенсировать, наверстать, искупить вину». Я сделал много вещей, за которые мне стыдно. Мне нужно многое искупить. Думаешь, это компенсирует то, что ты меня заперла? Может быть, нам сходить в кино, наверстать упущенное время? Следующие два выражения – Если не хотите долго слушать объяснение или нудную историю, попросите собеседника «cut to the chase». Дословно – «перемотать на погоню». Обычно одну из самых зрелищных частей фильма. «Cut to the chase» означает «переходить к делу». Я проигнорирую эту серию вопросов и перейду к делу. Еще вариант – «как дать сигнал собеседнику закругляться, сказать, что вы уловили основной посыл». Суть рассказа – «get the g's». Седьмое выражение – Это слово описывает досадную ситуацию, переводится в зависимости от контекста от легкого «жаль» до эмоционального «вот облом» или «невезуха». Маленький отрывок из «теории большого взрыва», как Бернадет реагирует на новости от Пенни. Это просто такое разочарование. И вот еще пример из фильма «Барби». Я расстроена, ты не умеха, дело дрянь. Мне понравился, я была в восторге, как ребенок в ладоши хлопал. Ну, красивая картинка, все такие Марго Робби, этот товарищ, забыла, как товарищ, слово неправильное для современности. Райан Гослинг, ты что? Он же в блондина перекрасился, мышцы все свои в рельеф. Ну, он и правда и так рельефный. Как вы поняли из отрывка «a bummer» можно сказать не только про ситуацию, но и про никудышного человека, который расстраивает своим неумением или разгильдяйством. Поехали дальше. На очереди выражение «give attitude». Само по себе слово «attitude» означает отношение к чему-либо и не несет в себе никакого негативного смысла. Но в сочетании с глаголом «give» оно приобретает негативный оттенок и означает выражать недовольство, дерзить, хамить или возмущаться. Иногда «give attitude» используют, когда речь идет о недовольных детях или животных. Девятое по счету выражение «god awful». Слово «awful» вам наверняка знакомо, оно означает «ужасный». Однако это прилагательное не имеет градации. «awful» это уже «ужасный». И сказать «very awful» не получится. Если же очень хочется усилить впечатление, то носители прибегают к сочетанию «god awful». Ну, совершенно отвратительный, чудовищный, отстойный. Что тут так отвратительно пахнет? Детка, это чудовищное извинение, просто чудовищное. Конечно, это ты, когда извиняешься, говоришь «простите, но вообще-то я прав, и все, что я сказал, на самом деле вы понимаете, что так и есть, но простите». Ну вот, как бы ты извиняешься, но не извиняешься. Тогда это получается «god awful apology». А ты обычно в какой роли участвуешь? Да, по-разному бывает. Что уж тут. Ну и последнее. Это тоже идиома, и о гаечном ключе «wrench» здесь напрямую речи не идет. Если вы хотите кому-то вставить палки в колеса и всячески испортить жизнь, то такое выражение пригодится. Оно означает «испортить, сорвать планы». Я нарушил ваши планы. И еще один пример с глаголом put. Я не хочу срывать наши планы, но мне нужно учитывать ситуацию в целом. Кстати, эту идиому можно использовать и без слова plan. Значение при этом не поменяется. И в завершении немного о том, как все это запомнить и использовать. Из любой серии или фильма вы можете выписать добрую сотню фразовых глаголов и интересных выражений. Простое выписывание вряд ли поможет их запомнить. Есть один хороший способ заучить сразу множество новых слов и фраз. Сделать письменный или устный пересказ. Во время просмотра выписывайте выражение по порядку, а потом перескажите эпизод или фильм несколько раз с интервалом пару-тройку дней. Еще один лайфхак. Старайтесь замечать эти выражения в других источниках, в фильмах, книгах. И вот у вас уже ключ к долгосрочному запоминанию. Расскажите в комментариях, какие выражения вы часто слышите в зарубежных фильмах и сериалах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok